добрый вечер уважаемые друзья коллеги партнеры я вижу что началась переписка у нас не так давно нашем чате вижу людей из казахстана зинаиду из лепеля да город между орше и борисовым недалее как сегодня ночью и в пятницу ночью проезжал его на автомобиле вот курс приветствуем приветствуем а мы запорожье тоже замечательный город где днепр превращается в два больших широких рукава да там есть остров хортица вот очень нравилось я несколько раз бывал запорожье вот будем слушать неградского городский просто скажем так перед нашим мероприятием немножко согревал ваши души ну кому согревал кого-то может расстраивал и так просьба поставить плюсики если слышно видно меня хорошо то уже минуту скажем так разговариваю это не спросил так наверное сразу же хочу задать вопрос нас не так много сегодня да но если те кто слушает впервые данную информацию поставьте пожалуйста единичку и просьба вопросы которые у вас возникают я к евгению обращаюсь задать в конце вебинара потому что как бы так у нас сейчас вебинар не вопросов и ответов сначала будет информация непосредственно по той возможности который предлагает компания skyway capital сначала будет информация о технологии которые мы продвигаем на международный рынок а потом я отвечу на вопросы которые возникнут по ходу вебинара возможно на какие-то вопросы вы получите ответы скажем так в процессе получения данной информации то есть получается из тех людей кто дать данную информацию не слышал только один человек на что-то я как-то сомневаюсь что зинаида не было на наших вебинарах но тем не менее итак коллеги компания skyway capital да то есть эта компания которая работает в первую очередь на рынке инвестиций работает она на платформе крауд инвестинга возможно для кого-то это новая информация хотя все чаще и чаще появляется информация на целом ряде бизнес-каналов то есть это и каналы рбк еще целый ряд каналов которые посвящены теме экономики дохода до возможности создания какого-либо бизнеса биржевых котировок и много много чего еще на каналах сообщается и по схеме крауд инвестинга тоже скажем так есть целый ряд примеров хороших этой компании oculus этой борис гребенщиков который буквально пару-тройку месяцев назад за четыре дня собрал сумму где-то на треть превосходящую заявленный им для того чтобы выпустить новый альбом то есть он за четыре дня собрал более 4 миллионов рублей российской федерации а требовалось всего три эти деньги мы дали те люди которые слушают его песни которые слушают его творчество вот еще есть целый ряд примеров крауд инвестинга которые вы можете найти в интернете если вам эта тема интересна если вы слушаете об этом впервые то суть краудинвестинга проста точнее долги несколько лет последние то 5 7 8 лет известна была схема называемая краудфандинг то есть это привлечение денежных средств как правило на бесплатных площадках в интернете выходили люди из разных уголков земного шара со своими идеями и эти идеи озвучили говорили дайте денег вот я это не реализую и люди просто жертвовали определенную сумму кто-то больше кто-то меньше вот возможно кому-то скажем так после реализации идеи доставался в подарок то что было внедрено в жизнь краудинвестинг немножко отличается тем что то что мы сегодня продвигаем и действительно проект группы компании skyway компания skyway капитал это наверное сегодня первый проект который позволяет посредством народного инвестирования реализовать тяжелую скажем так технологию до транспортную технологию и в дальнейшем от большого количества проекта где данная технология будет использоваться получать доход доход в виде дивидендов доход в виде скажем так реализации какой-то части долей компании собственником который любой из вас может сегодня стать итак компания skyway капитал зарегистрирован на территории великобритании на данном слайде вы видите номер регистрационной компании можете легко и великобритании и найти информацию по компании first skyway инвестгрупп именно так она называется полное название skyway капитал торговой марка компания является официальным партнером группы компании skyway по привлечению инвестиций с целью реализации новой инновационной прорывной транспортной технологии аналогов которые в мире нет на сегодняшний день до технологии который решит огромное количество проблем связанных с транспортной отраслью в целом неважно о каком транспорте мы сейчас с вами можем говорить будь то автомобильный со всей его инфраструктуры от производства до утилизации водный транспорт речной морской авиационный транспорт да далее у нас есть еще с вами железнодорожный транспорт в каждом этом сегменте есть свои скажем так плюсы есть огромное количество проблем на сегодня например скорость перевозки грузов по железным дорогам российской федерации сегодня составляет менее девяти километров в час это опять же информация от самой ржд последнее время мы все чаще видим скажем так информацию о том что все-таки бьются самолеты к сожалению погибает большое количество людей да и на это влияет скажем так и техническое состояние и природный фактор климатические условия и ошибки персонала который управляет данными транспортными средствами автомобильный транспорт на сегодня является самым опасным самым скажем так человекоубийственным да ежегодно погибает более миллиона человек автомобильных катастрофах вот это могут быть пешеходы это могут быть просто аварии когда скажем так автомобили сталкиваются друг с другом водный транспорт то есть он тоже скажем так может быть не так часто сейчас тонут сюда хотя периодически в год какое-то количество уходит на дно и не всегда успевает спасти экипаж да но все виды транспорта которые перечислил они очень сильно зависит от климатических условий которых передвигается транспортное средство от погодных условий будь то сильный снег туман и прочее прочее да то есть сильный влаганный ветер все эти факторы влияют очень сильно на передвижение транспортных средств по тем технологиям которые мы сегодня с вами используем технологии которым мы с вами сначала поговорим в первой части вебинара конферакТoть фактические недостатки которые сейчас вам перечислил они будут отсутствовать данной технологии то есть мы своя деятельностью способствует способствовать выводу новой инновационной транспортной технологии на мировой рынок. И каждый, кто сегодня примет участие через короткий промежуток времени, может стать очень успешным и, не побоюсь этого слова, богатым человеком. Просто отнеситесь к этому как к информации. Представьте себе ситуацию, что есть вы. Перенесите себя в конец 70-х годов. И что к вам обращается в лице Юницкого Стив Джобс. И он вам говорит, друзья, если вы сегодня станете, скажем так, примите участие в моем проекте, проинвестируйте незначительную сумму денег, то в будущем вы станете богаты, потому что те устройства, которые мы планируем выпускать, те программы, которые мы будем продавать на мировом рынке, они будут востребованы во всем, скажем так, на всем земном шаре. На сегодняшний день, если говорить по статистике, 18% рынка, связанного с планшетами, со смартфонами, это компания Apple. То есть огромное количество людей покупает данное устройство, платит за программу, платит по чуть-чуть за то, что скачивают себе на свои устройства. Соответственно, все это распределяется между теми людьми, которые когда-то увидели перспективу внедрения данной системы, данной компании, да, и то, что собирался сделать Стив Джобс. Кстати, Билл Гейс точно так же входил на рынок. И сегодня в транспортном сегменте, я думаю, что те, кто сейчас... Скажите, пожалуйста, как вы считаете, я задам простой вопрос, что для вас наиболее важно? Рынок IT-технологий, айпады, айфоны, смартфоны и так далее, поставьте единичку, а те, для кого важна более транспортная сфера, которая, скажем так, затрагивает его жизнь, поставьте двойку. Потому что вот мое мнение, да, что все-таки от транспорта мы зависим больше, чем от того устройства, которое позволяет вам выйти в интернет и так далее. Так вот, транспортная технология, которую мы сегодня выводим в свет, может вам в более короткие сроки позволить стать богатым и успешным, чем то, что произошло с компанией Apple, Microsoft, Amazon, Com и еще целый ряд компаний, которые, скажем так, занимались производством железа, да, для компьютеров, для персональных компьютеров и так далее, и так далее. Вот о чем сегодня идет речь, поэтому если вы сегодня услышите кто-то впервые информацию, то я вам рекомендую просто в ней для начала разобраться. Не прыгать головой в омут, да, как мы это говорим, вот, не покупать кота в мешке, а просто понять, о чем идет речь и как может измениться ваша личная жизнь, жизнь вашего ближайшего окружения и жизнь Земли в целом, благодаря тому, что мы будем внедрять технологию, разработанную вот этим человеком, которую вы сейчас видите на своем экране. Это Анатолий Дорчунинский, человек, который является генеральным конструктором струнных технологий, потому что струнные технологии – это не только транспорт, да, хотя, скажем так, большую процентом соотношения часть мы говорим о транспорте, да, который использует в своей основе струнные технологии. Это также строительство мостов, строительство высотных зданий, скажем так, и зданий коттеджного типа по струнным технологиям. Это строительство струнных портов, которые могут быть вынесены, скажем так, от береговой линии, просто в акватории морей, озер, океанов, да, что сэкономит огромное количество денег при строительстве, огромное количество средств при эксплуатации данных портов, и не будет никаким образом нарушаться, скажем так, экология тех мест, где будут строиться такие порты. То есть это не будет влиять, скажем, на реал обитания тех рыб, животных, которые проживают на тех территориях, где будут такие порты возводиться. Дальше это взлетно-посадочные полосы аэродромов, мосты. То есть по устроенным технологиям можно, скажем так, развиваться в тех направлениях, что я вам сейчас перечислю. Анатолий Дарыч Юницкий, советский, российский, белорусский ученый, предприниматель, изобретатель, занимается разработкой внедрения своей технологии на протяжении уже 38 лет. Для кого-то это очень большой срок, кто-то скажет, да, я, например, меньше прожил, чем он разрабатывал данную технологию. Для кого-то это понимание полное, что в такой сфере, как транспорт, 38 лет, в принципе, ничего не значит. Потому что колесо когда-то в нашей с вами жизни, наших предков, до нашей эры входило гораздо дольше, чем технологии, которые разрабатывает Анатолий Дарыч Юницкий. За время развития и внедрения технологии струнного транспорта Анатолий Дарыч Юницкий руководил двумя проектами Организации Организации Организации. В начале 80-х годов он стал членом Федерации космонавтики СССР. Это одна из первых структур, находящихся на территории Советского Союза, которая признала перспективность использования технологий струнного транспорта и перспективность внедрения их, в первую очередь, на нашей территории, а потом уже, скажем так, осуществлять экспансию на все мировое пространство. За все время работы в научной сфере, в транспортной сфере у него более 140 изобретений. Несколько десятков из них сегодня на практике применены, как в целом ряде направлений развития промышленности, так и в сельском хозяйстве. У него есть 18 монографий и более 200 научных работ, целым рядом из которых вы можете познакомиться непосредственно на сайте www.unitsky.com. Это сайт генерального конструктора, сайт инженера Юницкого. Там огромный пласт информации, технической информации, экономической информации, видеоматериалов. Непосредственно два фильма об Анатолию Даровичу Юницком. Один из них был снят еще в то время, когда существовал Советский Союз, называется он «В небо на колесе». И буквально, когда Белоруссия стала самостийным государством, независимым, отдельным, тоже был снят белорусским телевидением фильм про... Есть серия такая известная белорусы, да, и вот про Анатолию Даровичу Юницкого был снят второй фильм. Было бы желание вам разбираться в информации, вникать в суть проблемы, да, и в дальнейшем принимать решения. Ну, я думаю, что в принципе, для того, чтобы принять какую-либо технологию, не лишне познакомиться с самим человеком, кто ее разработал. Понять его взгляды на жизнь, его душу, в конце концов, может быть, вы увидите и поймете, ради чего он все это делает. Еще очень важный момент, наверное, на котором стоит заострить внимание, у Анатолия Даровича Юницкого три высших образования. Первое из них – это инженер транспорта. Второе – образование, связанное с патентным правом и изобретательством. И третье – высшее образование – проектирование строительства высотных зданий, инфраструктурных сооружений. Прежде чем вам кратко дать историю развития струнных технологий с самого начала до сегодняшнего дня, я бы хотел вам включить ролик, который вам продемонстрирует, что из себя представляет транспорт, что из себя представляет следующий, скажем так, шаг в развитии мировой паутины, называемый транснет. Потому что транснет, скажем, это мировая паутина перевозки грузов и людей. И она в себя впитает все те преимущества, которые сегодня мы с вами видим в развитии информационных технологий. То есть такая технология, как компьютерная технология, интернет, круто изменили жизнь всего человечества. Я думаю, вы со мной спорить не будете, да? За последние 20 лет появилось огромное количество предприятий, выпускающих огромное количество устройств, позволяющих людям выходить в сеть интернет. Появилось огромное количество компаний, в которых работают люди, разрабатывающие программы, для того, чтобы данная сеть работала правильно. То есть огромное количество рабочих мест, огромное количество денежных средств крутится сейчас в мире интернета. И интернет нам позволяет сегодня, например, вот общаться с вами, да, я провожу вебинар из Москвы, вы находитесь и в Казахстане, и в Белоруссии, еще в целом ряде других стран, да? И можете совершенно спокойно, не выходя из дома, получать данную информацию. Точно так же вы можете обучаться, вы можете себе что-либо заказывать в интернете за ставкой на дом, начиная от продуктов питания, заканчивая одеждой и так далее. Посредством интернета вы можете осуществлять банковские платежи. За какие-либо услуги. Начиная от покупки билетов на железную дорогу, на самолет и куда-то еще оплатой гостиниц, заканчивая просто оплатой ЖКХ и так далее, и так далее. Это удобно. Это сейчас прочно вошло в нашу с вами жизнь. И, кстати, молодежь, особенно, которая выросла в эру развития интернета, себе не представляет жизнь как раз-таки без этих сервисов, где они не выходя из дома, либо сидя где-то на лекции, могут зайти в смартфон, нажать пару кнопок, и если у них на электронных кошельках есть какое-то количество денежных средств, что-то себе полезное приобрести. Начиная, опять же, от книги, которую вы можете купить в электронном виде, либо в физическом вам ее доставят домой, и заканчивая автомобилем. Итак, коллеги, сейчас краткий двухминутный ролик непосредственно о технологии Transnet, что она из себя представляет. Ролик даст понимание многого, да? И потом мы с вами продвинемся по нашему вебинару дальше, поговорим кратко об истории струнных технологий, о том, что проделан на сегодняшний день, и предложение, которое сегодня несет всем своим потенциальным партнерам и клиентам компания Skyway Capital. Итак, ролик о Transnet, и будем двигаться дальше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Соответственно, это обеспечит высокий уровень безопасности. По крайней мере, пешеходы не будут погибать на пересечении с транспортными средствами, да, где-то на дорогах и так далее, и так далее. Об этом мы с вами еще поговорим. Итак, коллеги, четыре этапа, условно, да, их можно разбить на четыре этапа развития струнных технологий. Самый первый этап, он был, наверное, одним из самых длительных. Это с 1977 года, когда Юницкий подал первую заявку на изобретение до середины 90-х годов. Именно в это время были первые научные публикации по этой тематике, первая конференция прошла на территории Белоруссии в городе Гомеле в начале 80-х годов. Это как раз-таки признание струнных технологий Федерации космонавтики СССР, членом которой стал Анатолий Дарыч Юницкий. Это грант Советского фонда мира на развитие данной технологии. С 1995 по 2000-й в Санкт-Петербурге Анатолий Дарыч Юницкий был осознан своя научная школа. Он провел большое количество испытаний в аэродинамической трубе с целью передания максимально обтекаемой формы будущему подвижному составу, то есть максимально снижал коэффициенты аэродинамического сопротивления и достиг, скажем так, уникальных значений на сегодняшний день. Были продемонстрированы первые физические действующие модели именно в этот промежуток времени. И, по сути дела, была разработана на бумаге и, предположительно, в физических моделях первое поколение технологий струнных дорог. Именно в это время, на втором этапе развития технологий, был получен первый грант Организации Объединенных Наций. Третий этап. С 2001 по 2009 год, наверное, один из самых важных. Почему? Потому что именно в это время о технологии, разработанной Юницким, узнал весь мир. Анатолий Дарыч Юницкого, благодаря содействию Александру Лебедю, на то время он был губернатором Красноярского края, был создан, построен сертификационно-демонстрационный участок либо тестовый полигон в подмосковном городе Озера. Это в 100 километрах от Москвы. Направление почти на Рязани, немножко в сторонку, чуть южнее. Планировалось построить дорогу от подмосковного города Озера до Москвы. И даже есть фотографии на сайте www.unitsky.com, где написано, что 0 километр дороги Озера-Москва. На данном тестовом участке, на данном полигоне было проведено большое количество испытаний струнного транспорта. То есть эстакада более 150 метров, на которую взбирался ЗИУ-131 на металлических колесах. Был отработан целый ряд методик. Было, скажем так, проведено большое количество испытаний в различных условиях и погодных в том числе. На данную эстакаду зимой намораживалась вода, намораживался лед и, скажем так, лед толщиной 5 сантиметров. Данное транспортное средство, которое вы видите на экране сейчас, вверху на рисуночке, оно совершенно спокойно взбиралось под эстакаде, выдавливало данный лед. Что говорит о том, что в сложных погодных условиях, когда идет сильный снегопад и прочее, это не будет никак вредить передвижению транспорта, разработанного по технологии Юницкого, по его путевой структуре. Далее, в это время, когда Анатолий Дарача Юницкого существовал полигон в озерах, целый ряд международных делегаций посещали данный полигон. Было большое количество экспертов разных государственных структур, которые давали свои заключения по данной технологии. На третьем этапе был заключен целый ряд государственных контрактов на строительство дорог по технологии Юницкого в целом ряде регионов Российской Федерации. Эти, кстати, контракты вы можете также найти на сайте Анатолия Дарача, на сайте инженера Юницкого, www.unitsky.com Ознакомиться с ними. Буквально несколько месяцев назад Анатолий Дарач сказал, что те контракты никто не отменил. Единственное, что может быть пересмотрено, это стоимость строительства дороги, и много целых ряд факторов, которые влияют на создание, на использование этой технологии в тех же регионах, которые были готовы строить дороги тогда. В это же время данный вид транспорта был продемонстрирован президенту Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву на госсовете в Ульяновске. Губернатор Ульяновской области предложил внести технологии Юницкого в список критических, которые необходимо развивать на территории России. И потом, действительно, чтобы данная технология могла стать экспортной. И мы могли бы обогнать в транспортной отрасли весь земной шар. Именно это было сказано Медведеву. Медведев, ознакомившись, сказал, да, это самое, что не на есть инновация. Если найдете денежные средства, пожалуйста, разрабатывайте, внедряйте. На сегодня, говорит, у нас 2009 год, кризис, поэтому все достаточно сложно. Но было принято решение выделить сумму порядка миллиарда рублей после данного госсовета на развитие этого транспорта, в первую очередь в районе Ульяновска. И буквально в считанные дни полигон в подмосковном городе Озер перестал существовать. Возможно, это была, скажем так, борьба конкурентов с технологией, которая еще даже не стала с ними соперничать, по большому счету. У нас есть большое количество госкорпораций в сфере транспорта в том числе, на которые ежегодно выделяются миллиарды и миллиарды рублей. И не все, вы знаете, эти деньги используются по назначению. Огромное количество денег списывается. Вместо того, чтобы, скажем так, укрывать асфальтом те дороги, которые из себя представляют жуткое зрелище, то есть асфальт уходит неизвестно куда, лопаточный ремонт, едут двое сверху, трое идут сзади, прихлопывают лопаты, причем в любое условие погодное. То есть идет ливень, идет дождь, в этих ямах лужи, и туда бросается асфальт, каким-то образом трамбуется, и через два дня снова там это яма и лужа. Хотя списывается под это огромное количество средств. Одним из преимуществ струнных технологий, то, что заявляет Анатолий Дорочевницкий, то, что единожды построенные эстакады будут служить свыше 100 лет. Соответственно, это гораздо, это в разы на порядке снизит расходование тех средств, которые сегодня тратятся на поддержание в работоспособном состоянии железных дорог, автомобильных дорог, порты там ремонтируются и так далее, и так далее. Те же самые взлетно-посадочные полосы периодически рихтуются, потому что она должна быть все-таки ровной, прочной и проще. Кстати, использование струнных технологий для строительства взлетно-посадочных полос где-то в три раза экономит и денежные средства, и строительные материалы, которые необходимы на это, но при этом продлевается на порядок срок службы этих взлетно-посадочных полос. Это было на третьем этапе. Сегодня мы на четвертом, я о нем чуть позже расскажу, а для вас, чтобы было подтверждение всему, что я сейчас рассказал, я хочу включить ролик, который тоже займет две минуты, где вы увидите информацию о том, что и полигон существовал, и испытания были, и потом мы с вами посмотрим те структуры, которые давали свои экспертные заключения, причем они будут далеко не все, там основные перечислены, большее количество вы также сможете найти на сайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Итак, друзья, ролик продемонстрировал вам информацию о том, что был полигон в озерах, то, что, скажем так, по мере разработки технологий Анатолий Дарович Юницкий принимал участие в целом ряде форумов, связанных в первую очередь с инновациями в сфере транспорта, и, что очень важно, данная информация о развитии струнных дорог, струнного транспорта передавалась по целому ряду центральных каналов телевидения Российской Федерации, и не только на региональных телевизионных каналах, большое количество информации было в различной прессе, ну, конечно же, в первую очередь, которая была посвящена развитию транспортной отрасли. Это было в промежуток времени с 2001 по 2009 год. Но, как я вам сказал, что полигон за короткий промежуток времени перестал существовать, но есть очень важный момент, то, что Юницкий продолжал свои разработки, продолжал, скажем так, вести переговоры. К сожалению, показать уже представителям правительства было нечего, но, тем не менее, велись переговоры с государственными структурами, с чиновниками разного уровня, с людьми из мира бизнеса, но, к сожалению, за 2-3 года, буквально после того, как полигона не стало, ни одни из переговоров не привели к тому, что кто-то был готов выделить сумму денег на реализацию данной технологии, чтобы построить еще раз тестовый участок и показать, что из себя представляет транспорт. Было принято решение в 2013 году оценить всю интеллектуальную собственность Юницкого. Этим занимались независимые европейские агентства и компании, у которых есть лицензия на оценку интеллектуальной собственности. И на основании этой оценки была зарегистрирована компания на территории Великобритании, потому что интеллектуальная собственность Юницкого была оценена в сумму 400 миллиардов долларов США. Немножко с хвостиком. 400 миллиардов, 155 миллионов, если не ошибаюсь, там 900, по-моему, 70 тысяч, то ли 367, то ли 365 долларов США. И на основании интеллектуальной собственности было принято решение поступить следующим образом. То есть были уже известны некоторые схемы реализации краудинвестинговых проектов, краудфандинговых проектов. Юницкий принял решение обратиться к тем людям, кому в первую очередь нужен транспорт безопасный, экологически чистый, высокоскоростной, комфортный, доступный по цене. Этими людьми, как ни странно, оказались просто обычные люди, физические лица, проживающие в разных уголках земного шара. То есть это те люди, у которых нет машин с синими ведрами на крыше, это те люди, у которых нет личных вертолетов, например, либо самолетов, джетов, стоящих где-то в аэропортах, и они могут, скажем, в любой момент сесть с него и прилететь в другой конец света. То есть такие люди, как мы с вами, те люди, которые висят часами в пробках, если у них есть автомобиль, те люди, которые ездят в тесном метро, потому что, скажем так, комфортным эти транспорты и безопасным назвать тоже нельзя. Это те люди, которые передвигаются различными видами транспорта для того, чтобы добраться на работу либо в отпуск. То есть все, в принципе, мы испытываем определенный дискомфорт. Потому что те транспортные системы, которые мы сегодня используем, абсолютно безопасными, комфортными, дешевыми, удобными, высокоскоростными назвать нельзя. Но, к сожалению, это так. Тот, кто может, скажем так, меня опровергнуть, может сейчас поставить цифру 5 и доказать мне, что у нас есть какой-то вид транспорта абсолютно безопасный, очень высокоскоростной, который, скажем так, создан специально для человека. Человек туда приходит и утопает в блаженстве, следуя, скажем, из одного конца в другой. Я всегда стараюсь задавать людям вопросы такие. У нас несколько, там, три десятка человек сейчас в комнате. Скажите, есть ли в вашем окружении те люди, которых вы любите, которых вы хотели бы видеть чаще, но они от вас живут на расстоянии тысячи, полторы тысячи километров? Вот если такие есть, просто плюсики поставьте в чате. Почему это важно? Потому что, смотрите, мы действительно, скажем так, приходим на эту планету для того, чтобы вообще заниматься тем, что нам нравится, свои способности реализовывать в том направлении, которое нам приносит удовольствие. И видеться, наверное, с теми людьми, которые нам дороги, которые нам близки, которых мы хотели бы видеть чаще. Но жизнь нас часто разбрасывает в разные уголки земного шара, то есть родители, дети, родственники, друзья, там родные и близкие живут в разных уголках. И вот вроде бы на расстоянии тысячи километров, поставьте, пожалуйста, цифру 5, кто таких людей, которые живут от вас на расстоянии тысячи километров, полторы тысячи километров, видит хотя бы два раза в год. Потому что вот как-то странно устроен мир, мы хотим видеть этих людей чаще, мы их сейчас благодаря интернет-технологиям видим часто в Скайпе, но в Скайпе человека нельзя обнять, нельзя рассылывать, можно измазать помадой весь экран, но толку никакого не будет. Он не почувствует на той стороне вашего порыва. Да и вы, в принципе, просто-напросто можете губы поцарапать, если у вас экран еще и корявый, и какой-нибудь хреновый. Поэтому, как правило, мы работаем 5 дней в неделю. И для того, чтобы этих людей, родных, близких, дорогих нам увидеть, у нас есть несколько путей. Как правило, это автомобиль все-таки, это железнодорожный транспорт и самолет. Самолет дорог. Вот те люди, которые относятся к категории пенсионеров, если таковые есть, вспомните, пожалуйста, в советское время, хоть мы его сейчас ругаем, было дешевле доехать до родных и близких на это расстояние, чем сейчас. Некоторые уголки даже нашей страны за эти деньги, которые мы платили раньше, посетить сейчас невозможно родственников. То есть у кого-то даже пенсия уйдет, ее не хватит, чтобы доехать. Мало того, если мы будем использовать железнодорожный автомобильный транспорт, то тысяча, полторы тысячи километров мы будем ехать от 12 часов до суток, даже если остановимся. Вы в пятницу вечером садитесь, выезжаете, в субботу вечером приезжаете в тот город, который вы хотели посетить, здороваетесь с тем человеком, которого вы хотели увидеть, да, может быть, даже час поговорили, сели обратно в поезд и вернулись себе домой. Ну, наверное, схема не совсем классная. Тот, кто считает, что схема не совсем хорошая, поставьте цифру 1. Транспорт, который разрабатывает Анатолий Дародич Юницкий, который будет использоваться в нашей компании, он просто, он позволяет расстояние от Москвы до Питера преодолеть, скажем так, в среднем за 2 часа. Быстрее, чем самолет. Хотя, опять же, сейчас большинство людей будут спорить со мной, да, что самолет до Питера летит быстрее 2 часа. Я с вами соглашусь. Но если вы просмотрите весь путь, вот моменты, скажем так, движения в сторону аэропорта, вам нужно доехать до какого-то из вокзалов Москвы, потом вам в лучшем случае нужно сесть на экспресс, который едет минут 40 до аэропорта, потом вам нужно приехать не позднее, чем за час до вылета, потому что регистрация заканчивается, потом вам нужно подождать, потом вас обычно, скажем так, снимут башмаки, когда вы будете заходить, пропустят через решетку, которая там, я не знаю, просвечивает у вас со всех сторон, рентген или что-то еще, потом вы сядете в самолет, долетите до Питера, подождете там от 20 до 40, до часа порой, пока вам шмотки вернут, и вы будете еще потом ехать до Питера, до центра города, все это занимает от 4 до 6 часов, данный транспорт, который будет реализован, например, дорога от Москвы до Питера, из центра города до центра города, два часа, и дешевле раз в 5-10, чем те билеты, которые есть на сегодняшний день. Вот о каком транспорте мы с вами сегодня говорим. Итак, было принято решение начать прием инвестиций, делиться своей собственностью с людьми, которые увидели перспективу внедрения технологий, разработанную Ницким, эти люди приобретают сегодня доли компании на очень выгодных условиях. Кстати, когда только начиналось инвестирование, в январе 2014 года, уровень доходности по тем пакетам долей компании, либо акций, можно сказать, которые еще не ходят в обиходе, от 500 до полутора, точнее, от 250 до полутора тысяч раз был. То есть люди тогда рисковали максимально. Это был самый что ни на есть краудинвестинговый проект, то есть рискованные инвестиции. Вы знаете, тогда не было фактически ничего, кроме того, что можно было показать, что был полигон, вот есть куча материалов, технологии как бы признаны и так далее, и так далее. Сегодня у нас есть чем похвастать, и в ближайшие там пару-тройку минут вы это все увидите. Итак, друзья, 4 этапа, мы сегодня находимся на четвертом, мы сегодня двигаемся по схеме краудинвестинга, и цель привлечения инвестиций от физических лиц, это строительство вот такого же тестового участка, который был на третьем этапе, это называется сегодня Экотехнопарк, с целью демонстрации возможности транспорта, сертификации всех трех сегментов транспортного рынка, это городской транспорт до 150 км в час, грузовой до 120, да, вот я вам говорю, что грузы по России двигаются со скоростью менее 9 км в час по железной дороге, с учетом погрузки и разгрузки, и высокоскоростной междугородний международный транспорт со скоростью до 500 км в час. Вот эти все три сегмента затрагивают технологии ЮНИСК, в этом направлении мы работаем, и сегодня уже много проделано, сегодня ведется строительство Экотехнопарка на территории Республики Беларусь, в Минской области, и мы с вами об этом, как я сказал, немножко впереди поговорим. Структуры, далеко не все, которые давали свои экспертные заключения, точнее эксперты этих структур, давали заключения по технологии, когда у Анатолия Дардача был свой собственный полигон в подмосковном городе Озера. Вы видите Институт проблем транспорта Российской Академии наук, Сибирское отделение Российской Академии транспорта, Госстрой России, Министерство экономики и транспорта, Российская инженерная академия, Организация Объединенных Наций мы уже называли, то, что выделяло дважды денежные средства на развитие технологий. За все время было получено уже более 50, как говорит сегодня Анатолий Дарычу низких, патентов на данную технологию, и на различных международных выставках, ярамках, форумах, касаемых темы транспорта, науки, инноваций, было получено более 40 международных дипломов, наград, золотых медалей, с целым рядом из которых вы можете ознакомиться в нашем московском офисе, либо в офисе в Минске. Преимущества, которыми обладает данная технология, они показаны на данном слайде, все их перечислять, наверное, смысла нет, я могу просто их прочитать, но я думаю, те люди, которые обычным зрением обладают, даже не очень зорким, видят данные преимущества, по каждому из них можно рассказывать информацию 10, 20 минут, час, 3 часа. Анатолий Дарычу низкий, наверное, каждый пункт освещал бы сутки, как минимум, и показывал преимущества технологии, которые он разрабатывает. Вот, например, про самый простой, минимальный землеотвод. То есть тот землеотвод, который требуется для создания путевой структуры SkyWay, в 100 раз меньше, чем для обычной автомобильной дороги. На целый порядок. Высокий уровень автоматизации, то есть максимально будет снижена, скажем так, зависимость от человеческого фактора у данной дороги. И сегодня в целом ряде уголков мира уже реализован транспорт, в котором нет машиниста. Он двигается на основании автоматики, которая в этом транспорте есть. Это есть в Европе, это есть в Америке. Люди ездят в таком виде транспорта, и ничего с ними не происходит. Наивысшая степень безопасности, то есть это и разведение транспортных потоков, и людских потоков, что говорит о том, что будут фактически данные, скажем так, что аварии будут сведены практически к нулю. Каждое транспортное средство будет снабжено специальным противосходным устройством, запас прочности путевой структуры идеально ровный, неразвесной, то есть комфортно будет следовать транспортное средство, качение железного колеса по железному рельсу, это минимальные потери энергии, на то, чтобы это происходило. Все это будет реализовано в транспорте, разработанном Юницким. Как я сказал, данная технология, она всепогодна, всерельефна. То есть есть в отдельных случаях разработки, можно построить дорогу с уклоном до 30%. Это очень серьезный уклон, который по большому счету автомобильный редко когда преодолевает, только мощный, скажем так, с мощным двигателем и прочее. О железной дороге можно даже не говорить. И данная технология, она может быть использована в климатических условиях с перепадом температуры от минус 70 до плюс 70. То есть она позволит использовать данный транспорт. Не буду говорить подробно по остальным фунтам. Если вы обладаете пытливым умом, вы можете легко найти информацию на сайте Юницкого, на сайте Skyway Capita, увидеть преимущество данной технологии в сравнении с тем, что мы имеем на сегодняшний день. Хочу остановиться на ключевых моментах развития технологии до сегодняшнего дня. То есть мы с вами говорили, скажем так, информацию где-то до 2014 года. Одно хотелось бы еще добавить. Когда было принято решение двигаться по системе краудинвестинга, то у группы компаний Skyway был разработан четкий 15-этапный план развития технологии с 2014 по 2017 год. Именно в 2017 году планируется выйти на мировой транспортный рынок уже, скажем так, с технологией, которая прошла сертификацию. И именно в 2017 году планируется выйти с теми пакетами долей компании, которыми сегодня владеет достаточно большое количество уже инвесторов, на мировой инвестиционный рынок финансов. Существует 15-этапный план. Сегодня мы находимся на шестом этапе. По мере перемещения нашей компании с этапа на этап, то есть нужно было выполнить определенный объем работ на каждом из этапов, шестой этап подходит к концу. То есть, возможно, после проведения конференции в Минске, которая у нас будет в апреле, мы перейдем на седьмой этап. Я пока твердо не могу сказать, это принимает решение руководства компании. Но таких этапов 15, и в планах нашей компании все 15 этапов реализовать к 2017 году, к концу. Соответственно, выполнить объем работы, необходимый для каждого этапа, привлечь необходимую сумму инвестиций, чтобы эти работы были выполнены, чтобы был оплачен труд, кто все это делает, реализует на практике. 2014 год. Наверное, одним из важных моментов 2014 года начало инвестирования по системе краудинвестинга. И в мае месяце открытие нашего научно-производственного предприятия на территории Республики Беларусь. В мае появились первые конструкторы, первые инженерные персоналы. Но сегодня там уже, скажем так, работает более сотни человек над реализацией данной технологии. 2015 год, наверное, стал ключевым, потому что в 2014 году, скажем так, все ждали, что мы арендуем где-то, где бы то ни было, земельный участок, на который начнем строить тестовый участок, полигон. И это в итоге состоялось в Беларуси. В январе 2015 года наша группа компаний определилась с участком, за который было принято решение бороться. 36 гектар в Нинской области, в Пуховичском районе. В феврале месяце начала, скажем так, работать компания Skyway Capital. А в начале февраля конструкторы разработали первые эскизные рисунки, план, что будет и где построена территория экотехнопарка в привязке к конкретному участку местности. В апреле и мае были проведены переговоры, важные переговоры, конструктивные переговоры. В Объединенных Арабских Эмиратах было два раунда переговоров. И намечен, скажем так, целый ряд совместных действий с арабской стороной по реализации строительства такого же тестового участка на территории Эмирата Абудави. И в дальнейшем, возможно, даже строительство двух дорог по технологии, разработанную низким, от аэропортов к экспозиционному центру Экспо-2020. Он будет проходить как раз-таки на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Далее. В июне месяце 22-го числа на аукционе, это по правилам, скажем так, Республики Беларусь, просто так землю взять нельзя. То есть должен состояться аукцион. И те, кто принимает участие в аукционе, должны, скажем так, заявить свои права, показать, что они планируют развивать на данном участке местности. Так вот, 22-го числа было принято решение отдать эту землю в ЗАО «Струдные технологии», которым руководит Анатолий Дародыч Уницкий, он же является генеральным конструктором технологий. В Пуховичском районе, недалеко от города Марина Горка, 36 гектаров, практически выделены под Экотехнопарк. В конце июня состоялась регистрация договора в Едином государственном регистре недвижимого имущества Республики Беларусь. В июле месяце была закончена реструктуризация группы компаний Skyway. Группа компаний перерегистрировалась с Великобританией на территорию Британских Вирджинских островов. С этого момента мы перешли на работу с пакетами наших долей компании в долларом эквиваленте. В июле месяце были проведены первые, скажем так, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В современных технологиях, которые называются IT-технологиями, интернет-технологиями, бывают сбои. Меня почему-то выкинуло из комнаты, не предупредив. Но вот я сейчас к вам вернулся, если меня слышно, плюсики поставьте, пожалуйста, в чате. Ой, спасибо. Итак, коллеги, что было еще? В августе месяце началось активное строительство на территории Экотехнопарка. К нам приезжал в сентябре месяце такой человек, как Род Хук. Это известный человек на территории австралийского континента. Это человек, компания которого реализовала на сегодняшний день целый ряд крупных инфраструктурных проектов в сфере недвижимости и транспорта на территории Австралии на сумму свыше 10 миллиардов долларов США. В начале лета они рассмотрели, что из себя представляет струнный транспорт. И в сентябре посетили наши научно-производственные предприятия. Несколько дней были в Белоруссии. Посещали территорию Экотехнопарка. Кстати, информацию об этом вы можете найти непосредственно в разделе новостей. То есть откатиться по новостям в сентябре и там будет подробно изложено, кто с кем приезжал, о чем велись переговоры и так далее. Делегация австралийская уехала в Освоясе либо к себе на территорию Австралии с твердым намерением строить дороги по технологии, разработанной Юницким. Дальше. Важным событием состоялось присвоение международного инфекционного кода ценной бумаги в сентябре месяце был присвоен нашей компании код так называемый Айсин. Вы видите ее номер. Это процедура, которая проходит фактически все публичные компании, акции которых котируются на международных рынках. Далее. В октябре месяце состоялась торжественная закладка нулевого километра дороги Skyway. Вы видите здесь внизу фотографию, что кто-то прикасается непосредственно к этому значку нулевого километра. Осенью 2015 года группа компании Skyway вместе с Пуховичским исполкомом приняла участие в тендере в программе «Зеленая экономика Республики Беларусь». В нашей компании, как еще порядка 20 проектам, была распределена сумма денег порядка 5 миллионов евро. В общем, часть этой суммы пришла и к нам в компанию. Эти деньги сегодня реализуются строительство экотехнопарков, заказе оборудования на целом ряде предприятий, сателлитов, которые выпускают необходимое оборудование для строительства экотехнопарков. И, что очень важно, когда вот как раз-таки была закладка нулевого километра, была проведена конференция международная, на которой присутствовало, скажем так, порядка сотни инвесторов с разных уголков земного шара. Анатолий Дардач подвел итоги того, что было сделано на тот момент, какие планы у нашей компании. И в ноябре 2015 года, в конце ноября, группа компании Skyway перешла на работу с новым инвестиционным продуктом, который позволяет каждому инвестору приобретать пакеты акций группы компании в рассрочку. То есть, инвестируя незначительные деньги ежемесячно, вы можете стать обладателем большого пакета акций, что в итоге вам принесет очень серьезный доход в будущем. Это очень удобно для наших инвесторов, потому что они могут инвестировать ежемесячно часть каких-то заработанных денег в другом месте, увеличивать портфель инвестиций в нашем проекте. И это удобно нам, потому что мы можем видеть примерно наперед, какое количество денег нам придет в марте месяце, в апреле месяце, в мае месяце, потому что люди приобретают пакеты акций в рассрочку, соответственно, они заявляют о том, что они каждый месяц готовы уплатить те суммы, на которые, как говорится, подписались. Важным событием 2016 года стало мероприятие, прошедшее в городе Москве. У этого мероприятия была своя предыстория. Вы помните, я вам рассказывал про заседание госсовета в городе Ульяновске, на котором присутствовали все губернаторы, министры профильных министерств, где была дана информация о технологии, разработанной Юницким, президенту страны. На то время Дмитрий Анатольевич сказал, что найдете деньги, обращайтесь, будем что-то думать. Так вот, в начале этого года Анатолий Анатольевич Юницкий направил письмо премьеру Российской Федерации, в котором написал, спасибо вам за то, что обратили внимание на нашу технологию тогда. И тот самый важный вопрос, который вы тогда задали, у нас сегодня на него есть ответ. Мы нашли деньги, мы сегодня строим тестовые участки в Республике Беларусь и приглашаем вас в конце года ознакомиться с тем, что будет построено, вы увидите своими глазами, что из себя представляет транспорт. Также один из замминистров транспорта активно сотрудничал с Анатолием Даровичем Юницким, то есть тоже вел переговоры, они встречались несколько раз. И Анатолий Дарович Юницкий со специалистами нашей компании был приглашен презентовать технологию в Москву Министерства транспорта Российской Федерации. 11 февраля экспертный совет Министерства транспорта Российской Федерации признал струнную технологию Skyway инновационной. И было дано распоряжение комитету по импортозамещению Министерства транспорта разработать вместе со специалистами группы компании Skyway целый ряд проектов, которые покажут, сколько может стоить строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. И вот это то, что с нами случилось буквально недавно. Вот для вас, для всех, кто находит сегодня вебинарный ком, я скажу следующее. Смотрите, иногда общаюсь с людьми, когда я им рассказываю, что технологии у наших, о проекте, в котором вы можете сегодня, скажем так, стать инвесторами, еще и заработать при этом, есть партнерская программа. Многие говорят, что вот интернет-проект, хайповский проект и так далее, и так далее. Скажите мне, пожалуйста, поставьте цифру 5, если со мной согласны. Может ли хайповский проект, интернет-проект, быть признанным экспертным советом Министерства транспорта инновационным? То есть, это же тоже такая за технология, которая только в интернете, ее можно признать инновационным. Поэтому, если вы согласны с тем, что это большой плюс, поставьте цифру 5, просто-напросто сейчас в чате. Итак, это то, что произошло совсем недавно. По сути дела, меньше месяца назад. Какие планы у группы компании Skyway на 2016 год? В 2016 году планируется полный монтаж городской транспортной системы, как подвесной, так и навесной, которая будет, скажем так, демонстрировать передвижение транспортного средства со скоростью до 150 км в час. Отработать данную технологию, то есть, осуществить опытно-промышленную отработку, сертифицировать и уже, скажем так, с готовой технологией выходить на мировой транспортный рынок. Параллельно сейчас уже осуществляется строительство и создание подвижного состава и также будет запущено в ближайшее время строительство грузовой линии Skyway там же, на том же участке с погрузочно-разгрузочными терминалами, с строительством, скажем так, промежуточных опор, анкерной опоры и так далее, и так далее. В 2017 году планируется демонстрация уже грузовой транспортной системы. В конце этого года, осенью, планируется пригласить сотрудников правительства, ну, в первую очередь, наверное, это Белоруссия, а также это будет целый ряд губернаторов целого ряда областей Российской Федерации. То есть, это предполагается посещение этими людьми, это технопарка, чтобы видеть вживую, что из себя представляет транспорт. И, наверное, одним из ключевых событий этого года у нас будет конференция, которая состоится 23-24 апреля, уже буквально через месяц, да, чуть меньше, в Минске. Два дня. Первый день пройдет на территории экотехнопарка, то есть, организованные люди будут вывезены в экотехнопарк, там пройдет мероприятие, там будет выступать Анатолий Дородович Юницкий, там можно познакомиться с конструкторами, с руководством нашей компании, пообщаться с людьми со всего мира, потому что приедет огромное количество инвесторов, не только европейских, но и из других стран, возможно, даже из-за океана. Вы сможете пообщаться с теми, кто так же, как и вы, стал со владельцами данной технологии, поделиться каким-то опытом, да, что очень важно, набраться, скажем так, энергии на этом мероприятии, потому что вы увидите, услышите из первых уст, что из себя представляют технологии, от того, кто это придумал. Вы увидите, насколько, скажем так, проект уже сегодня широко шагает по планете, вот, впитайте в себя атмосферу этого мероприятия, и уже более уверенно вернетесь в свои края, там, где вы проживаете, и сможете совершенно спокойно делиться этой информацией со всеми теми, кто вас окружает повседневной жизнью. Вот. Мероприятие очень важное, и я просто могу сказать, что если вы делаете ставку на развитие нашего проекта, вам интересно развиваться в нем и прочее, вам желательно быть на этом мероприятии. Стоимость двухдневного мероприятия 15 долларов США. В личном кабинете каждого партнера Skyway Capital можно зайти в раздел события, там выбрать третий пункт международной конференции, зайти, оставить заявку, то, что вы пребываете, и оплатить либо с основного, либо с бонусного счета за себя. Вы можете оплатить даже за тех людей, которые еще не партнеры, со своего личного кабинета. Они приедут, и в принципе все крупные конференции, подобные, которые проходят в целом ряде проектов, где есть партнерские программы и так далее, они еще организованы с целью привлечь на эту конференцию как можно большее количество новичков, чтобы они увидели, что из себя представляет проект, и именно на конференции приняли решение. Это, как я вам хочу сказать, громадное социальное подтверждение того, что это живо и развивается. Поэтому, если вы сами сейчас решили поехать на конференцию, и вокруг вас есть те, которые легки на подъем, может быть где-то скептики, но готовы, скажем так, своими глазами увидев, в дальнейшем двигаться вместе с вами, возьмите их с собой, привезите их с собой. Когда-то я работал в одной из партнерских программ, крупной компании, долгое время, как сказала одна из моих наставников, что на крупной международной конференции людей можно упрашивать, уговаривать, тащить за рога и гнать пинками, в конце концов, если они сопротивляются. Может быть грубо звучит, но это именно там. Потому что на этих мероприятиях у людей открывается видение того, что происходит. Итак, друзья, 23-24 число – это то время, когда мы с вами можем увидеться в Минской области на территории Экотехнопарка. Это будет 23-го числа, а 24-го числа будет конференция в Минске, где будут рассказывать и о технологии, и о том, как можно зарабатывать деньги по партнерской программе. И много чего интересного вы узнаете на этой конференции. Далее, очень важным мероприятием будет осенью 2016 года выставка, то есть крупное мероприятие, которое называется «Инотранс». Это будет проходить в Берлине с 20-го по 23-е число. Очень важный момент. Оттуда из Берлина пришло приглашение сотрудникам нашей компании в Минск на принятие участия в данной конференции. И именно в разделе, который называется «Транспортные инновации», а там будут рассматриваться еще железнодорожная инфраструктура, общественный транспорт, оборудование интерьеров и строительство туннелей, именно в транспортных инновациях будет находиться экспозиция нашей компании. Принято решение принять участие в данной выставке. Это очень важное событие. И что еще хотелось бы отметить, вот тут написано, то, каким будет транспорт в 21-м веке, будет решаться в Берлине с 20-го по 23-е сентября. Вы можете зайти, найти сайт «Инотранса» и там найти информацию, там, правда, к сожалению, на немецком и на английском языке, о том, кто будет принимать участие и так далее. Это вот то, что нас ждет в 2016-м году. По большому счету, казалось бы, в принципе, по технологии мы поговорили достаточно подробно, хотя, если честно, вот то, что я вам рассказал, это малая толика того, о чем рассказывается у нас по понедельникам в 13 часов и в 20 часов, по воскресеньям в 15 часов, это делает Александр Мунко, и по средам у нас 4 вебинара в 12 в час и в 19 и в 20 часов, где Алексей Суходуев и Сергей Сибиряков рассказывают о технологии более подробно в сравнении там с другими технологиями и так далее, и так далее. Просто на презентацию невозможно долго рассказывать. Презентация вообще, она создана для того, чтобы людям, которые впервые пришли на данный вебинар, что они поняли, что есть что-то, что может их заинтересовать, принести пользу им, а их действия могут принести пользу не только им, но еще и окружающему миру. Вот если такое происходит на презентации, соответственно, как говорится, не зря она проходила. Если у вас есть возможность на данное мероприятие приглашать людей, которые хотят ознакомиться с чем-то новым, которые вообще ищут новое, потому что они не привыкли и зависать надолго в том, что они живут, те люди, которые, может быть, ущемлены в доходах и хотели бы их увеличить, те люди, которые ищут инвестиции и так далее. То есть широкая очень группа людей, которых вы можете сюда пригласить. Лишь бы вы это делали, как говорится. Но прежде чем приступить к рассказу о предложении, которое делает своим инвесторам, своим партнерам, клиентам компании Skyway Capital, все-таки я вам хочу включить ролик, который продемонстрирует отличие того, что вы видели, что было у группы компании Skyway в десятых годах нашего тысячелетия. Это полигон в подмосковном городе Озера и то, что строится сегодня на территории Минской области в Пуховичском районе, недалеко от города Марина Горка. Я думаю, что вы там за три с небольшим минуты увидите отличие. Потому что технология, которая была отработана на подмосковном полигоне в Озерах, это второе поколение технологий. А мы сейчас говорим о четвертом. Это как первый компьютер, знаете, который изобрел либо Билл Гейтс, либо Стив Джобс. Он был такой деревянный, с кнопками чуть ли не отпечатающей машинки. И современный iPad, iPhone, который вы просто, передвигая пальцы по экрану, можете им управлять. Итак, коллеги, короткий ролик и поговорим о предложении компании Skyway Capital. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Итак, друзья, мы все ближе с вами подходим к тому моменту, когда я смогу ответить на ваши вопросы. Хорошо, то есть вы можете их написать, либо лучше выдержите их при себе, написав на листочке. И не забудьте мне их задать по окончанию вебинара. В процессе вебинара отвечать не буду, не обижайтесь, но вот такой вот я противный. Итак, друзья, вы видели то, что сегодня происходит, точнее то, что планируется построить на территории Республики Беларусь, в Экотехнопарке. Давайте я не буду включать ролик, который вам продемонстрирует, что же на сегодня проделано. Хотя он такой есть, вы легко сможете найти в разделе новостей, либо в личном кабинете партнера Skyway Capital, либо на сайте Skyway Capital. Там есть ролики, в которых постоянно ведется, скажем так, точнее дается информация о том, что проделано на сегодняшний день. И вы можете посмотреть последний из них, там где разбирается, скажем так, опалубка второго этажа, анхерные опоры, там вы увидите, что, скажем так, уже давно стоят промежуточные опоры. Уже ведутся, скажем, работы на целом ряде предприятий Республики Беларусь, города Минска, которые выпускают необходимое оборудование, необходимые материалы, которые будут использоваться на территории Экотехнопарка. То есть все это легко найти. Было бы желание. Я вижу, что кто-то из Финляндии у нас присутствует. Теперь переходим непосредственно к компании Skyway Capital. Как я вам сказал, компания молодая, ей на сегодняшний день один год и один месяц. Достаточно амбициозная и объем работ, который мы выполняем каждый месяц сейчас, он достаточно большой. Товарооборот по привлечению инвестиций возрастает с каждым месяцем, количество партнеров растет. Я не могу сказать, что экспоненциально, но уверенно, поступательно на увеличение. Задача, либо миссия данной компании на сегодняшний день это обеспечение финансирования новой мировой транспортной системы, инновационной, объединение ожидания людей в новом, доступном, высокоскоростном, комфортном, безопасном виде транспорта. При этом мы еще создаем благоприятные условия для реализации потенциала каждого человека, каждого нашего инвестора. В особенности тех, для кого, скажем так, слово финансовая независимость является не чем-то заоблачным, это то состояние, к которому вы стремитесь. Основная цель привлечения необходимого объема инвестиций в технологию, которая в 2014-2015 году на целом ряде международных мероприятий называлась как «Русский прорыв». Мы уже, как я говорил, работаем по системе краудинвестинга, то есть мы переняли опыт компании Resway System, потому что данный опыт он положителен, данная платформа себя полностью оправдала. Все, что на сегодняшний день, кстати, построено на территории Экотехнопарка, те из вас, кто приедут в Минск, увидят своим глазами, пока это на деньги, скажем так, мелких инвесторов, физических лиц, такие, как мы с вами. Но уже после заявления Минтранса, после, скажем так, подписания протокола на заседании коллеги, да, экспертов Министерства транспорта Российской Федерации, начались переговоры, как говорится, с серьезными людьми. Не с лицами, не с серьезными лицами, да, как некоторые думают, потому что серьезное лицо, я считаю, это какая-то патология, я, например, серьезное лицо изобразить, наверное, даже не смогу. Возможно, у кого-то это получается, но я не могу понять, что такое серьезное лицо. Далее, мы, по сути дела, всеми своими действиями способствуем выведению этого транспорта на мировой рынок. Это наша основная задача на сегодняшний день. Еще задача, которую мы ставим перед собой, привлечь максимальное количество инвесторов в наш проект, соответственно, максимальное количество денег на основе микрофинансирования. Сегодня стать участником нашего проекта может абсолютно любой человек, который относится к проживанию в любой стране мира, к разным социальным слоям, начиная, скажем так, под студентов, получающих небольшую стипендию, и заканчивая пенсионерами. Причем, пенсионеров я обидеть не хочу, хотя, опять же, действительно, размер пенсии во многих странах мира, в большинстве странах мира, называется наказание за долгие годы жизни. Но даже эти люди могут, скажем так, жертвуя, или точнее, вкладывая незначительные суммы денег, вот 15 долларов США, например, у нас стоит пакет, это сегодня немногим более тысячи рублей, и тем самым увеличивая портфель инвестиций в нашем проекте, что принесет в недалеком будущем очень серьезный доход, но тем не менее, вы способствуете реализации данной технологии. Какие еще задачи мы ставим? Это создать благоприятные условия для каждого отдельно взятого инвестора, удобные, то есть, имея обычное устройство для выхода в интернет, имея тот же самый интернет дома, либо в каком-нибудь интернет-клубе, вы можете прийти и стать инвестором нашего проекта. Для этого, скажем так, нужно уметь нажимать несколько кнопок, а если вам об этом проекте рассказывал кто-то, кто находится рядом с вами, то он, наверное, вас обучит, как и что нужно сделать для того, чтобы стать инвестором. Мы, конечно, обеспечиваем всех наших инвесторов необходимой информацией, новости, которые у нас появляются фактически уже по несколько новостей в день, а я помню, год назад мы радовались, если у нас появлялась одна новость в месяц в развитии нашего проекта. То есть, мы развиваемся динамично, бурно, и наш рост, скажем так, обусловлен тем, что у нас увеличивается армия инвесторов, что у нас осуществляется строительство, то есть мы не занимаемся тем, что у кого-то берем деньги, потом вложим их на какие-то счета и приумножаем посредством перепродажи там долларов и чего-то еще. Все деньги идут в реализацию технологий. Это очень важно. В целом, проект, который представляет собой группа компаний Skyway, можно также условно разбить на четыре части. Самая важная часть на сегодняшний день это своевременное финансирование каждого взятого этапа из 15-этапного бизнес-плана, про который я вам говорил. Сегодня мы находимся на шестом этапе. Кстати, переход с одного этапа на этап означает удорожание наших долей компаний, пакетов акций, потому что меняется дисконт, уровень доходности. Рисковость снижается, нам есть что продемонстрировать. Соответственно, наш проект все менее и менее напоминает из себя рисковый проект. Эти люди, которые начинали раньше, в принципе, они были отблагодарены тем, что у них был максимальный уровень доходности. По мере приближения к выходу на мировой транспортный рынок уровень доходности будет все менее и менее, скажем так, не то что привлекательным, он будет меньше в размере. В дальнейшем, по мере реализации данной технологии в целом ряде адресных проектов, стоимость просто отдельно взятой акции будет расти. Предполагаемая цена при выходе на международный транспортный рынок 1 доллар США. Опять же, к важным проектам сегодня относятся к самым важным действиям это строительство эко-технопарка. И уже в последующем, когда данный транспорт будет продемонстрирован, сертифицирован, это реализация адресных проектов, которые будут приносить прибыль и доход в будущем. Это то, к чему мы двигаемся. Если подвести краткие итоги, компания зарегистрирована в Великобритании, возможность инвестирования предоставляется людям, проживающим в разных углаках земного шара, практически из всех стран. Очень важный момент, то, что вы становитесь совладельцем технологии. Инвестировать деньги в компанию Skyway Capital, через короткий промежуток времени вас вносят в реестр. Это делается теперь ежемесячно. То есть, вы приобретаете пакеты акций, вам первоначально дается сертификат обязательства компании Skyway Capital, но в конце месяца данные о вас переносятся в реестр основного реестра держателя, и вам в итоге может быть выдан, если это понадобится, бумажный сертификат корневой технологии. И у нас уже сегодня реализована круглосуточная информационная поддержка. По сути дела, каждый наш инвестор сегодня имеет возможность получить капитализацию денежных вложений от 5000% за ближайшие 3-5 лет. И в дальнейшем еще получать дивиденды либо сам, либо вы сможете после того, как примите решение, не знаю почему, кто-то посчитает, что ему пора переходить в поля охоты, передаст, скажем так, в наследство пользования своим детям, внукам данные пакеты акций, кто-то просто подарит какую-то часть пакетов акций своим родным, близким, а с другой части будет получать доход. То есть, по сути дела, от каждого построенного километра дороги вы будете получать прибыли и дивиденды, а сегодня уже можете создать свой собственный бизнес посредством партнерской программы, которая есть компания Skyway Capital. На данном слайде вы можете видеть стандартный, как мы говорим, прайс-лист, то есть, это группа пакетов, которые вы можете приобрести всегда. Стоимость этих пакетов, как я вам говорил, от 15 долларов США до 150 тысяч долларов, да, вот этот столбик в эквиваленте к доллару. Справа рядом это рублевые цены на данный пакет в соответствии с курсом, который есть на сегодняшний день, да, и уровень доходности. Третий столбик, слева, это то, во сколько увеличиваются ваши вложенные денежные средства. Если вы купите сегодня пакет за 15 долларов, кто к 2017 году, когда мы планируем выйти на рынок международный, когда акция будет стоить 1 доллар США, у вас будет 795 долларов США. Это минимальный уровень доходности. Каждый последующий пакет стоит дороже, но и в нем больше наполнения акций, да, потому что уровень доходности идет дальше, видишь, 61, 79, 100, и так идет 200, 300, и до 500. Это, как я сказал, стандартный прайс-лист, когда человек просто по вашей рекомендации зашел, выбрал себе пакет, и либо он в дальнейшем, скажем так, развивается по партнерской программе, либо просто ждет выхода группы компании Skyway на рынок с целью продать весь пакет, продать часть пакета, либо получать дивиденды, да. Далее, у нас на сегодняшний день существует целый ряд пакетов приобретения акций в рассрочку, и обо всем об этом вы можете прочитать в личном кабинете партнера. У нас 7 пакетов акций в рассрочку, причем в марте еще существует дополнительный промоушен. Если вы делаете такое действие, как оплата этой рассрочки в двойном размере, да, либо приглашение в наш бизнес трех новых инвесторов, которые приобретут пакеты не менее чем на 25 долларов США, по вашей рекомендации, вам дополнительно может быть начислено от 11,5 тысяч акций на пакете стоимостью 25 долларов ежемесячно, да, до 197 тысяч акций на пакете, когда вы оплачиваете 200 долларов ежемесячно. Это пакет бизнес. У нас есть возможность приобрести пакеты в рассрочку, которые позволяют вам приехать на территорию Экотехнопарка и высадить дерево свое именное, фруктовое, да, это пакеты стоимостью от 80 долларов ежемесячно до 500 долларов ежемесячно. У них есть разный срок оплаты этих рассрочек. 80 долларов на 6 месяцев, 150 долларов на 4, и по 500 долларов ежемесячно вы за 2 месяца можете себе приобрести 400 тысяч акций нашей компании. И также есть пакеты, один из них называется юбилейный, то есть единожды оплатив 1000 долларов США, вы получаете 300 тысяч акций компании Skyway Capital. И еще подарок, юбилейная монета с изображением нулевого километра. Если вы в течение следующего месяца еще раз делаете покупку на 1000 долларов, то вам уже начислят 480 тысяч акций. И если в течение следующего месяца еще купите, соответственно, еще 570 тысяч акций. В итоге суммарно 1300, 1 миллион 350 тысяч акций. И есть пакеты, которые позволяют помимо всего прочего высадить редкое дерево, редкую породу на территории Экотехнопарка. Стоимость этих пакетов от 5 тысяч долларов до 30 тысяч, до 50 тысяч долларов. Вы их видите внизу. Это те пакеты, которые вы можете сегодня приобрести. Как я говорил, у нас есть возможность зарабатывать деньги уже здесь и сейчас, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway на мировой транспортный рынок и на мировой рынок инвестиций. Это партнерская программа. Что вам надо делать по этой программе, чтобы зарабатывать деньги? Просто делиться информацией. Не таскать тяжелых мешков, не копать ничего, не уродовать свои руки, спины, ноги, а просто разобравшись в том, что вам действительно кажется перспективным, и вы реально поверили в то, что это может быть реализовано, делиться информацией с теми, кто вас окружает в повседневной жизни. Друзья, родственники, знакомые, партнеры по работе, по бизнесу, соседи по площадке и так далее. И люди из мира интернета. Есть уже много тех, кто, скажем так, совершенно спокойно плавает в инфобизнесе, имеет свои сайты, блоги и так далее. Для них у нас есть инструменты для этих людей. Есть те, кто иногда, скажем так, тратит уйму времени бестолково в социальных сетях. И вот чтобы в это время тратили с пользой, есть данная возможность, о которой вы можете рассказать тем людям, кто с вами общается, предложить им стать инвестором. Если они приобретают пакеты акций нашей компании, они приближают время реализации этой технологии в реальном времени, то есть выход на основной мировой рынок, а вы еще получаете определенный процент по партнерской программе. Задача партнерской программы, кстати, завтра у нас в 18 часов будет информация непосредственно по партнерской программе, по маркетинг-плану, в 18 часов по Москве, где мы подробно покажем, что из себя представляет партнерская программа, обговорим все ее, скажем так, преимущества, выгоды и так далее. А задача партнерской программы это привлечение порядка 300 миллионов долларов США в данную технологию открытия региональных представительств, то есть фактически у нас есть уже сегодня действующие лидеры в регионах, у которых большие партнерские структуры, и они имеют возможность получать дополнительный еще доход. В дальнейшем создание адресных проектов, а в целом оптимизация бизнес-процессов для максимальной количества привлечений инвестиций в технологии, о которой я говорил. Инструменты, кратко буквально совсем. У нас в разделе инструментов в личном кабинете слева в панели есть следующий пункт и план вознаграждения. То есть нажав мышкой, кликнув по этому пункту, вы можете ознакомиться с маркетинг-планом, который есть на сегодняшний день. Внизу каждой страницы вы нажимаете по названию квалификации, сегодня шесть, здесь пять изображены, их шесть. Вы можете скачать описание маркетинг-плана и слайды презентации, где вы можете рассказывать сами, за какую работу и что начисляется людям, если они принимают решение зарабатывать деньги по партнерской программе. У нас есть раздел реферальных ссылок, это тоже инструменты, потому что благодаря именно этим ссылкам люди могут регистрироваться за вами, в дальнейшем давать свои и соответственно у вас строится партнерская структура. Данные ссылки ведут на разные ресурсы, две из них прямо на регистрацию, одна на сайт нашей компании и вторая идет, и четвертая, извините за выражение, перепутал, да, в цифрах, она ведет вас на лендинг, где подробно дана информация, что мы из себя представляем. Дальше у нас есть баннеры, для тех, кто, скажем, как я уже говорил, плавает в бизнесе, инфобизнесе, в мире интернета достаточно уверенно, он может размещать баннеры, у нас сегодня более 60 видов. Данные баннеры, размещенные на ваших страницах, если человек кликает по этим баннерам мышкой, могут привести люди либо на официальный сайт, либо на лендинг партнеров. К каждому баннеру прикреплена ваша реферальная ссылка, если люди ознакомляются с информацией, переходят на страницу нашего сайта, нажимают регистрацию, это ваши реферальные партнеры. Также к инструментам можно отнести раздел новостей, размещенных в личном кабинете каждого партнера. Напротив любой новости, которая там есть, отражены целый ряд кнопок социальных сетей, если вы в них зарегистрированы, вы нажимаете ту кнопку, где у вас есть аккаунт, пишите короткие комментарии, выпавшим окошки, нажимаете разместить, и все, кто у вас является друзьями, в тех группах, где вы находитесь, увидят информацию о том, что вы что-то интересное разместили. Кто-то из них может перейти, прочитать, и кто-то после этого может принять решение, зарегистрироваться, и стать инвестором нашего проекта. К инструментам у нас относятся подобные мероприятия, на котором находитесь сейчас вы, к инструментам относятся мероприятия по партнерской программе, череда обучающих мероприятий, которые вы можете легко найти в разделе события. И первое, что у нас идет в разделе события, это вебинары, то есть расписание вебинаров. Там у нас, по сути, каждый день сегодня, сегодня будет у нас 5, завтра у нас будет 4, в среду у нас будет, по-моему, чуть ли не 7 вебинаров, то есть они по разной тематике, а не на разных языках. У нас же сегодня проходит вещание на русском, официально отраженная информация в личном кабинете, на эстонском, на венгерском, на чешском, и вот на прошлой неделе была и в скором времени будет на французском языке, с переводом на французский язык, с дубляжом на французский язык и так далее. В ближайшее время появится еще официальная, скажем так, презентация на целом ряде европейских языков. Мы развиваемся, у нас успешно развиваются партнерские структуры на территории Западной и Центральной и Восточной Европы. Также к инструментам можно отнести и те периодические акции, которые проходят в нашей компании, и вы видели, да, те пакеты, о которых я вам рассказывал. Это тот раздел, в котором вы можете найти расписание вебинаров, и в принципе сейчас уже ни у одного нашего инвестора не может быть отговорки, что он расписание не нашел. Оно прямо встроено в личный кабинет. Был бы желание найти. Зайти в свой личный кабинет хотя бы раз в месяц, понажимать кнопки и найти, что где находится. По средам у нас, кстати, проходят вебинары по теме, что где находится в личном кабинете, как эту информацию найти, как легко ориентироваться в том, что там где написано и так далее, и так далее. Вы легко можете обратиться со страницы сайта либо из личного кабинета в нашу техническую поддержку. В особенности, когда это нерабочее время, потому что в рабочее время сейчас каждому из вас предоставляется возможность из личного кабинета сразу позвонить со своего компьютера к нам сюда, в Москву. Там нужно только, скажем так, разрешить, подключить ваш микрофон и звонок придет к нам сюда и специалист отдела информационной поддержки с 10 до 7 вечера по Москве вам ответит на ваши вопросы и поможет разобраться в возникшей ситуации. Также вы можете задать вопросы с сайта либо заказать обратный звонок. Главное, чтобы вы этим пользовались. И та возможность, о которой я говорил, любой из вас, кто принимает решение неактивно развивать партнерскую структуру, имеет возможность стать региональным лидером. То есть это отдельная, скажем так, деятельность, плюс ко всему, помимо партнерской программы. Это отдельное руководство людьми, которые, скажем так, данное направление развивают. Ирина Волкова, Инна Танжина, да. Это отдельные проценты за создание товарооборота. От 2 до 4,5% от того товарооборота, который вы создадите в своем регионе, городе, области, да, вам еще дополнительно может быть заплачено, если вы выполните целый ряд условий, которые необходимо выполнить. Вам выдвигаются эти условия, при выполнении этих условий вам выплачивается вознаграждение. Это возможность стать лидером, это возможность получать лидерские бонусы не только деньгами, но еще, скажем так, какими-то ценными подарками, оплатой проезда, может быть даже путешествия вместе с группой лидеров компании Skyway Capital, да. И по сути каждый из вас имеет возможность получить постоянно растущий доход, увеличить, скажем так, значительно свой пакет акций в нашем проекте и стать крупным акционером, крупнейшей в недалеком будущем транспортной компании. В амбициях Анатолия Дародича еще низко, он говорит, от 30 до 50 процентов рынка в ближайшие 5-7-10 лет будет принадлежать данной технологии. И вы можете в этом принять активную часть, то есть стать частью крупного проекта в мире инвестиций, в мире инноваций, приложить физические, духовные, моральные, финансовые усилия свои, да, в разном размере, в том размере, в котором вы можете это применить, в том размере, в котором вы можете себе позволить. Никто вам не говорит, что вы должны что-то продать, вы должны лишиться всего, что у вас есть, и проинвестировать, скажем так, вырученные от этого деньги в наш проект. Ни в коем случае. У вас есть какой-то доход, он может быть больше, либо меньше. Десятую часть дохода, если вы можете, скажем так, инвестировать в наш проект, это очень здорово. Пятую замечательно. Вот один процент, да, там от вашего дохода, который есть, если он, скажем, достаточно большой, вы можете приобретать деньги. Пакет дали компании. Ребята, это очень здорово. Теперь я готов выслушать ваши вопросы. Это на данный момент адрес, по которому мы сегодня находимся в Москве. Периодически в нашем офисе появляются инвесторы из разных уголков земного шара. Сегодня были два человека из Турции, которые пришли, познакомились, поговорили, получили, скажем, подтверждение, что вот мы такие реально есть. То есть, то, что нас можно потрогать, с нами можно пообщаться. И мы не только говорящая голова, торчащая в интернете в какой-то комнате и так далее. Какая возможность есть у каждого? Будет ли возможность посмотреть конференцию в режиме онлайн? Вы знаете, я предполагаю, что, возможно, что-то будет организовано. Было бы, конечно, здорово. Правда? Я задам вопрос руководству, потому что я не занимаюсь именно организацией данного мероприятия. Но кто его знает, может быть, и поставят веб-камеру, которая позволит это все передать в интернет, чтобы максимальное количество людей, ставшие инвестором в нашем проекте, смогли увидеть данную конференцию. Вы можете по поводу к нашей технической поддержке и к нашему отделу информационной поддержки обращаться по любым вопросам, а они, в конце концов, подскажут, в каком направлении предпринимать усилия, Светлана. Это я вам ответил на вопрос. Да, Елена, если вы просто регистрируете человека, он регистрируется по вашей реферальной ссылке. Это к вопросу о том, если вы подпишете человека, он захочет стать региональным лидером, будет ли он в моей структуре? Обязательно будет. Он по вашей ссылке зарегистрировался, а потом просто есть отдельная ссылка, где он регистрируется как потенциальный региональный лидер, и с ним уже начинает работать в этом направлении. Но весь товароборот его и его структуры, касаемо приобретения пакетов акций, он будет и в вашей структуре в том числе. По поводу межконтинентальных проектов, ВИТОВТ, вы знаете, хороший вопрос, но что вы под этим подразумеваете? В Российской Федерации есть какое-то количество ракет межконтинентальных, которые могут долететь до любой части земного шара очень быстро. Они есть не только у нас. Но что касается межконтинентальных проектов, объясните мне, что они должны из себя представлять. Нью-Йорк-Москва замечательный проект, но вы понимаете, прежде чем построить Нью-Йорк-Москва, мы сначала реализуем на территории одного континента. Потому что проект Нью-Йорк-Москва подразумевает, что нужно будет строить в море. Пока, насколько мне известно, глубины размера Марианской впадины не планируется осваивать, потому что там 11 километров глубины, чтобы построить дороги, чтобы поставить опоры. А почему вас интересует именно Нью-Йорк-Москва? Вы где живете? В Москве или в Нью-Йорке? Вы хотите быстро мотаться до Нью-Йорка и обратно? Вы болеете за Нью-Йорк-Рейнджерс или за Нью-Йорк-Аллендерс в хоккее? Или что? Почему именно такой проект? Вы в каком городе живете? Напишите. Зачем вам Нью-Йорк-Москва? Мне интересно, где вы живете? По планете прокатиться хочется? Успеете прокатиться? У вас какой город? У вас дороги идеальные там, где вы живете? Или вы ходите по колено в болоте, елки-палки, а мечтаете о дороге Москва-Нью-Йорк? А, Вильнюс? Хороший город. Мы даже, кстати, если вы знаете всю историю проекта, у нас просто участок планировался в Литве. Если бы не президент Литвы, и целый ряд, скажем так, деятелей, которые сделали все, чтобы в этой дороге не было у вас. Но ничего, я думаю, мы к вам придем. Вот, кстати, проект, например, Skyway между Вильнюсом, Ригой и Таллином, я думаю, он был бы интереснее для начала. Правильно ведь? Потому что не надо, скажем так, в море чего-то устроить и так далее. Вильнюс-Москва. Чем плох проект? Вильнюс-Минск-Москва. Во! Мы с вами сможем друг другу в гости ездить в течение там двух-трех часов. Отлично! Вот я знаю, что люди есть в Финляндии. Москва-Петербург-Хельсинки. Классно! Вместо поезда Лев Толстой, который сейчас ходит там и стоит немерено, да? Мы с вами сможем быстро ездить друг к другу. Ездить смотреть. Вот я болею за ЦСКА, а те, кто живут в Финляндии, болеют за Йокерит. Мы друг к другу сможем ездить в хоккей смотреть. Вот. И смотреть этот хоккей из той сауны, которая находится на стадионе Хартфелл-Арена в Хельсинки, да? Вот, который тысячи долларов в час стоит. Представляете? Вот таким вот образом. Вильнюс-Электричка. Вильнюс-Минске, я знаю, там ходит электричка зеленого цвета. Она там 140 километров быстро преодолевает. И она будет не нужна, правильно вы говорите. Вот. В ней можно сделать гостиницу для кого-нибудь. Для тех мигрантов, которые приехали в Европу, например, да? Перегнать туда электричку, им будет комфортно жить. Я, кстати, не издеваюсь, потому что многие из них живут в гораздо худших условиях. Таллинг, Петербург, Москва. Замечательно. Правда, немножко петля, но тем не менее. Таллинг, Псков, Москва. Да? Великий-великий, Новгород. Как угодно. Вот. Финляндию можно опояшить, да? Вот, как говорят, опоясать дорогами. Вот. Рованьеми, Хельсинки там. Что еще у нас есть? Контролахти, да? И так далее. Какие еще вопросы, коллеги? Самара. Вот видите, Светлана хочет, чтобы до Самары. Я тоже поддерживаю. Мне понравилось в Самаре. Там есть памятник Бурлакам, да? Про который писали великие русские поэты. Вот. Там Волга замечательная. Трубы, правда, вдалеке видны. Если из центра города смотреть, по-моему, Новокубоческий, нефть перерабатывающий. Но, вы знаете, даже он не портит картины. Вы знаете, я пока не могу сказать. Вот смотрите, те пакеты в рассрочку, которые вы сейчас купили, да? Даже если их не будет в доступности, вы будете оплачивать по той цене, которая есть. А для тех людей, которые придут потом, либо захотят купить рассрочку, могут действовать те пакеты, которые будут на седьмом этапе. Но те, кто купил, например, пакет в рассрочку с дисконтом 1.600 в декабре, он ее так и будет проплачивать. То есть, как бы так, нет обратного действия. Понимаете, да? По поводу, какие документы мы выдаем на руки о владении акциями. В принципе, вы можете себе сделать следующее. Если вы приобретаете пакет акций компании Skyway Capital, через короткий промежуток времени, сейчас это раз в месяц, вас информацию, скажем так, у всех инвесторов за месяц передают в корневую компанию, они заносятся в основной реестр, да? После этого вы можете в личном кабинете партнера компании Skyway Capital скачать выписку из реестра. То есть, там будет указано ваши данные, каким количеством акций вы владеете, каким числом вас занесли в реестр. После этого вы можете заказать себе бумажный сертификат за подписью Анатолия Дарочевницкого, стоимостью 10 долларов в личном кабинете компании. Если вы захотите заказать сертификат, там, как вот, знаете, со всеми прибамбасами и так далее, то это будет стоить порядка 150 евро. Около 100 долларов будет стоить, точнее, около 150 долларов, около 100 долларов будет стоить само изготовление, потому что на это будут работать европейские юридические компании, и еще будет доставка около полтинника. Вот что вы можете заказать. Самое важное в этом всем, да, то, что вас заносит в реестр основной компании, полностью данные о вас, кто вы, что вы, когда вы родились и где вы родились. Это самое важное. И вот таким вот образом. Но сразу хочу сказать, что вот некоторые говорят, вот у меня есть бумажный сертификат. Бумажный сертификат может сгореть, вы его можете порвать, потерять, его могут сживать ваши домашние животные, склевать попугаи, которые иногда читают книги, все что угодно. Но самое важное, что данные о вас занесены в реестр основного реестродержателя. Смотрите по поводу рассрочки. Руководство нашей компании при первой же, скажем так, покупке пакетов акций в рассрочку приняло решение. Те, кто купил, например, с дисконтом 1,600, соответственно, если они выплатят свою рассрочку, им будет предоставлена возможность купить с тем же самым дисконтом. У нас сейчас уже большое количество инвесторов, которые выкупили рассрочку досрочно. То есть она у них на 10 месяцев была, они заплатили за 3. И после окончания пакета сейчас, оплаты, последнего пакета, у них появляется кнопка, где они могут заказать пакеты с тем же дисконтом, по которым они приобретали. И они могут себе продлить следующую рассрочку. Вот таким вот образом. Скажите, пожалуйста, Ганзюб, Горлыниевич, Аглы, скажите, а почему у нас еще реестр должен храниться в каких-то госструктурах? Это что такое? Где у нас, в каких госструктурах должно это быть? В кожной вен-диспансере? В ЦРБ каком-то, я не знаю, в КГБ, в МВБ. Я первый раз слышу, чтобы реестр какое-то акционерное общество хранился в какой-нибудь госструктуре. Вы связывались с информацией, касаемой акции и так далее? В какой госструктуре вас интересует? Вы знаете, реестр собак и съеден быть не может, потому что он продублирован в электронном виде, он есть в бумажном виде. И этим занимается независимая европейская компания, которой профиль деятельности хранить вот такие реестры. Там, где они хранятся, нет попугаев, нет домашних собак, и нет деятелей из госструктур, которые могут зайти и стащить какой-нибудь листик из этого реестра. Вот это я вам могу сказать. А дома может произойти все, что угодно. Вы же знаете, да? Соседи вас могут залить, кстати. Вы знаете, Витов, я не буду сейчас говорить, у меня точно информации нет, и мне, в принципе, скажем так, руководство моей компании не доводится, да? Как называется компания, как выглядит человек или несколько человек, которые занимаются службой реестра в Европе и так далее. Ну, в принципе, мне, я даже как бы не задавался этим вопросом, да? Вот есть определенные вещи. Я, например, бывший военнослужащий, да? И в армии было строго, что вот те секретами, которыми я должен владеть, они мне доводились. То, что, скажем так, есть еще помимо, и руководство считает, что мне этого знать не надо. Мне этого знать не надо. Зачем бумага? Есть архив. Правильно, есть архив на сайте, есть выписка и так далее. Вообще, в принципе, на сегодняшний день в мире существует, скажем так, огромное движение денег и акций различных, да? При этом люди на руках не имеют никаких бумаг. В электронном виде давно уже торгуются акции. Насчет, хотелось бы узнать информацию по, скажем так, компании, какие акции и так далее. Коллеги, зайдите, пожалуйста, в раздел документы, да? Личного кабинета. Такой раздел сейчас есть. Найдите инвестиционный меморандум, вот. Там приличный объем информации, там придется понапрягать мозги. Там много, скажем так, написано юридическим языком. Но если вы настолько любопытны, зайдите, разберитесь, почитайте. Там подробно все разложено. Со схемами, да? Кто где зарегистрирован. Свидетельство регистрации компании, входящей в холдинг и так далее, и так далее. Что значит, где хранятся сертификаты? Объясните мне. Да, есть как бы так. Это банк-депозитарий есть для акций каких-то. Да, я знаю, как устроен рынок, вот этот вот, связанный с акциями. Но я не могу вам назвать место, где хранится. Я знаю, что у нас есть компания, партнер, который тоже занимается реестром. Есть на Кипре, например. Вот. Там тепло, в отличие от нас, чем сейчас. Смотрите, первые сертификаты. Хороший вопрос, который вы задали. Когда вы покупали пакеты акций, которые были у нашей компании, помните, они еще были в фунтовом эквиваленте, вы могли себе записать, сделать, скажем так, ну, оформить бумажный сертификат. Вот буквально сегодня из Турции приезжал человек, он покупал пакеты акций в 2014 году, да? Соответственно, он эти пакеты бумажные сертификаты, точнее, взял. Но для того, чтобы получить сертификат реальность на сегодня, ему нужно заказать новый за 10 долларов. Потому что, вы помните, у нас была процедура увеличения ваших акций с коэффициентом от 2,95 раз и выше. Да? Для тех, кто принимал участие в акциях. Соответственно, количество акций ваших поменялось. И эти сертификаты, которые в долларах, да, они отличаются от того, что у вас было куплено в фунтах. Да, вы можете себе, если вам нужен бумажный сертификат, закажите его еще раз за 10 долларов. Я себе ни одного сертификата не заказывал, да? Хотя у меня дома нет попугаев, которые там могут их сожрать и так далее. Я просто не вижу нужды в этом. Но это мое мнение, для меня. У меня даже рыбок нет аквариумных, которые выпрыгивают и что-то жжут по дороге. Так, будем ли мы испытывать блаженство от вашего вида транспорта? Вы знаете, что я вам хочу сказать? Транспорт, который разрабатывается сегодня, который будет внедрен, в нем будет минимальный уровень шума, минимальный уровень вибраций и много чего еще. То есть ездить на нем в нем будет комфортно. Потому что у нас даже сегодня выпускают новые электрички, это классно, удобно и так далее, но порой они начинают скрипеть, визжать и прочее, прочее. Вот этого происходить не будет. Насчет режима онлайн, я вам сказал, да, по поводу конференции в Минске, то есть высока вероятность, что она будет продемонстрирована. Я хочу SkyWay увидеть. Ну, вот, вы знаете, это вопрос, пожелание, или хотите, приезжайте вот в Минск, да, увидите, что сделано на сегодняшний день, и приезжайте в Минск осенью, когда уже будет демонстрироваться городской транспорт. По маркетингу обгона нет, этот вопрос мне задают каждый день, приходите завтра на вебинар в 18 часов, мы поговорим по маркетингу. Ну, видите, у вас есть сертификат у друга, хорошо. Я вас поздравляю. Образец сертификата? Да вы можете найти, наверное, с кого там. Если у вас есть люди, которые порекомендовали, да, данную возможность, у них в личном кабинете, если они покупали, есть эти сертификаты, посмотрите. Да, на Новый год чудо были сертификаты, там, со снеговиком белым, с красным носом, там, где нужно, вставленной морковкой. Вот. В Гугле есть, я не знаю, что есть в Гугле, возможно, кто-то даже в Гугле выложил. Ежемесячных подтверждений, Елена, вы сейчас вот спрашиваете по маркетингу, давайте завтра с вами встретимся, не нужно никаких ежемесячных жестких объемов, товарооборота структуры, подтверждения квалификации, то есть об этом мы с вами будем говорить. Если больше вопросов, касаемых сегодняшней информации, нет, давайте, наверное, остановимся. Вот. Скажите, ну вот, смысл обманывать, вы задали вопрос, молодцы ребята, главное, не обманите вкладчиков. Да никто не хочет обманывать. Цель у Юницкого своя, он 38 лет бьется над реализацией технологий, да? Вот. Он хочет, скажем так, оставить след очень серьезный после себя в этой жизни. Вот. Он предлагает данную возможность всем, он предлагает, кстати, каждому, кто сегодня на вебинаре, тем, кто не был, например, или был давно, принять участие, стать совладельцем того, что он миру дает. Да? И благодаря тому, что вы эту информацию будете дальше нести, умножать количество инвесторов, вы заработаете денег сейчас, вы сделаете благое дело для тех людей, которых пригласили, потому что сильно изменится их жизнь. И мы внедрим данную технологию. Вот. Главное, чтобы все те, кто будет давать информацию в этом проекте, не говорили того, чего нет, да? Не скрывали того, что есть, были честными, открытыми людьми. Если вы действительно верите в то, что вот это произойдет, тогда давайте информацию. Если вы пришли сюда накосить бабла, как некоторые, да, и вам плевать, что реализовывать, может все-таки не пытаться это делать, потому что вас раскусят быстро. Зачем давать возможность народу стать акционером вашей компании? А почему не дать возможности народу стать акционером компании? Люди, становясь акционерами, приносят деньги. Так работают акционерные общества. Выходит, какая-то структура с чем-либо на рынок, да? Вот. У них есть что-то полезное. И они говорят, друзья, мы готовы делиться тем, что вы станете совладельцами акций нашей компании, которые будут дорожать в цене и приумножать догадства ваши и наши в том числе, дайте нам чуть-чуть денег. Вот так работает эта схема. По поводу, сколько было продано акций компании, которые сейчас ничего не стоят, это не к нам. То есть мы не занимались тем, что мы перепродавали акции чего-то там и так далее, и так далее. Вот и все. Если вы, скажем, внимание концентрируете только на акциях компании, которые сдохли за выражение, ну, жизнь будет не очень веселой. Ищите возможность там, где вас не обманут, да? Почувствуйте это душой своей, разберитесь в этой информации. Надо вам это или нет? Если у вас куча сомнений, что вы одной рукой пытаетесь, скажем так, что-то взять, вам другая рука бьет по этой руке, еще ноги в этом принимают участие, и зубы рвут вашу руку, лучше этого не делать. По поводу, сколько будет дивидендов через 5 лет, ну, хороший вопрос. То есть я вам сейчас могу от балды цифру назвать, согреет она вас или нет. Поймите правильно, чтобы получать дивиденды, нам нужно построить экотехнопарк, сертифицировать данную технологию и выйти на рынок. Если мы это сделаем, то, скажем так, пусть первоначальная цена акции будет 1 доллар. По мере даже, если мы один проект начнем строить и развивать, эта акция будет стоить не доллар, а больше. Пусть она будет стоить доллар 2 цента, доллар 5 центов. Потому что что-то пошло в реализацию. Так происходит всегда. Если что-то стоило немножко, но это немножко пошло, и этим пользуются все, это дорожает в цене. Вот таким вот образом. Какие акции вы приобретаете, привилегированные или простые, потому что мы уже давно проводим вебинар, вы можете найти информацию в личном кабинете партнера, инвестиционный меморандум. Коллеги, вот мне бы хотелось, что вы еще, скажем так, приучили себя к тому, что вы информацию легко можете найти сами. Вот этой способностью обладали инженеры в бывшем Советском Союзе. То есть, из нас готовили кого-то такого, который на 100% в каком-то направлении дать информацию не мог, но ему давали, скажем так, накручивали на мозги цепочку, где он легко мог находить информацию и развиваться. Это несложно, зайти в свой личный кабинет и прочитать информацию об акциях, заодно вы там сможете увидеть структуру нашей компании. Отходы, какие акции будут, какие они и так далее, и так далее. Если вы внесли 1 доллар всего, купить, вот смотрите, есть люди, которые говорят, хорошо, я заплачу 15%, 15 долларов и буду получать потом дивиденды. То есть, вот вы на свои 15 долларов и получите дивиденды. Если дивиденды в компании будут миллиарды долларов, они будут распределяться 15% от прибыли компании, например, на большую армию инвесторов, можете посчитать, сколько на 15 долларов вы получите. Но не сильно вас согреет. Если вы эти 15 долларов приумножите, каким образом? Начнете давать информацию по партнерской программе. Вам будут начисляться денежные средства. Что-то вы будете расходовать, а на какие-то деньги докупать пакеты акций, соответственно, этих акций у вас будет уже не на 15 долларов, а может на 150, а может быть даже на 1500. А это уже многие тысячи акций. Вот тогда о дивидендах можно думать. А на 1 доллар дивиденды, вы знаете, это не дивиденды. Это даже, ну, я даже не знаю, с кем сравнить, что вам такое преподнести. Вы внесли 1000 долларов, да? Вот, соответственно, вы купили какое-то количество акций. Определенный процент прибыли компании будет делиться на всех акционеров, на то количество акций, которые, скажем так, приняли участие в этом процессе. И на каждую акцию будет выделяться там 0,0, там сколько-то центов. Вот это 0,0 вы можете умножить на то количество акций, которое у вас есть, соответственно, это будет то количество дивидендов, которые вы получите. Документы. В разделе, в личном кабинете есть раздел документов. Понажимайте слева вот эти иконки, вы увидите документы. И там большой перечень документов. От буклетов по технологии, да? До инвестиционного меморандума. Вот таким вот образом. По поводу примерных расчетов, вы знаете, сейчас можно считать все, что угодно. Я никого не хочу обвинить. Можно насчитать, что дивиденды через год будут там на одну акцию 3 доллара дивиденды. Но это было бы неправильно и некорректно, вы понимаете, да? Вот. Можно меньше насчитать. Но сейчас речь о дивидендах. Подождите, мы еще не выше на рынок, а кто-то говорит, а сколько я получу дивидендов через 5 лет? Да кто его знает, сколько вы через 5 лет получите? Давайте потрудимся с вами, привлечем больше, скажем так, инвесторов в этот проект, да? Соответственно, быстрее все будет происходить. Мы однозначно в 2017 году выйдем на мировой рынок, и тогда у вас будут дивиденды через какое-то время. Вот это я могу сказать. Хотя бы по минимуму. Ну ладно. Если у вас будет миллион акций, я могу сказать, что вы можете получить несколько тысяч долларов за год на своих дивидендах. Вот таким вот образом. Да, правильно Витов сказал. Сначала давайте посмотрим экотехнопарк, а потом будем думать о дивидендах. Некоторые люди нам пишут интересные письма вообще, да, вот я там акции купил, часть земли, которая находится в экотехнопарке, типа теперь моя, когда я могу ее продать. Никто, блин, землю вам не продает вообще. Понимаете? То есть у нас много, скажем так, разных мыслей у инвесторов, но для того, чтобы эти мысли были стройные, самое простое, это почитать информацию, побывать на презентации, посмотреть ролики и задать вопросы специалистам отдела информационной поддержки. И спонсорам, которые вас пригласили. Вот. Тогда вот такие дела. Все, коллеги, спасибо за внимание. У нас сегодня такой, ну, довольно длинный вебинар получился, да, фактически на час сорок. Запись данного вебинара будет сконвертирована и выложена на наши ресурсы. Вот. Ну, насчет дележа шкуры не убитого. Вообще, вы знаете, медведей лучше не убивать. Их не так много осталось, поэтому шкуры мы делить не будем. Вот. А дивиденды в будущем будем. Всем отличного вечера. Сегодня еще в семь будет информация для тех, кто хочет стать лидером, да, в своем регионе, поэтому вебинар Инеты Анжены и Ирины Волковой сегодня состоится в 19. Также сегодня будет вебинар, касаемый тематики, должен быть вебинар на венгерском языке в 9 часов. Вот. Те, кто хочет выучить венгерский язык, да, либо тот, кто его понимает, и у него есть потенциальный партнер в Венгрии, я вам рекомендую пригласить людей на данный вебинар, и им на родном языке донесут информацию, что из себя представляет наша технология. И в раздел расписания вам рекомендую всем зайти и посмотреть, когда, в какое время такой вебинар у нас будет. Хорошо? И можете все спланировать на неделю вперед, когда вы сможете принять участие, и на какой из вебинаров вы можете пригласить людей, которые вас окружают. Это будет вообще здорово. Так вы начнете двигаться, помогать себе и нам. А мы вам поможем тоже, в свою очередь. Здоровья, любви и денег всем, отличного вечера, хорошего настроения, и активных действий в развитии нашего проекта. Спасибо за внимание. До новых встреч на волнах Skyway Capital. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok